Однажды я пошел в магазин. А там сыр продают. Надо же, подумал я, сыр. Куплю, пожалуй, грамму двести. Купил, дома положил в холодильник. Съем, думаю, на ужин. Но вечером обнаружил, что сыра нет. Куда бы ему деться? Деть никто не мог, я ведь один живу. Вдруг вижу, сидит в углу мышь. И сыр мой аппетитно уплетает. Как же она его в холодильнику утащила? Дверца-то очень плотно закрывается. Взял я тогда мышь вместе с сыром и посадил в холодильник. Пусть подумает там о своем нехорошем поведении. И померзнуть немного. Сел был газету читать. А мышь тут как тут. И лапкой мордочку утирает. Дверка у меня что ли в холодильнике, подумал я. Осмотрел его внимательно снаружи и внутри. Но дырки не обнаружил. Ради любопытства еще раз посадил мышь в холодильник. А она через минуту уже опять по комнате разгуливает. Тут уж я не на шутку удивился. Ты это чего? Ничего, отвечает мышь. Гуляю вот. Сыр очень вкусный попался. Это ладно, говорю. А как ты из холодильника вылезаешь? Вот что ли у тебя потайной имеется. Хм, зачем потайной, удивляется мышь. Я и так прохожу по-простому. Ну-ка продемонстрирую. Пожалуйста. И мышь подошла к дверце холодильника. И в тот же миг исчезла. Вот ее и не было вовсе. Я открыл дверцу. Мышь сидела в холодильнике. Даже у меня остатки сыра. Ловко одобрил я. Долго тренировалась. Хм, я сроду так умела. Обиделась мышь. Вундеркен что ли? Вундермышь значит? Да нет, просто я четырехмерная. Какая-какая? Четырехмерная. Это как, не понял я. Очень просто, объяснила мышь. Ну вот скажи, каких размеров у тебя холодильник? Ну, я не помню точно. Кажется, метр двадцать по высоте. В длину и в ширину примерно полметра. Стало быть, длина, ширина и высота. Всего три измерения. Воды дожила мышь. А каков же размер холодильника в четвертом измерении? В четвертом? Удивился я. Да нет вообще такого измерения. Только длина, ширина и высота. Куда же еще измерять-то? Ты, Савельик, существо трехмерное. И живешь в трехмерном мире. Вот тебе и кажется, что четвертого измерения нет. А я, между прочим, в холодильник твой аккуратчик с четвертой измерения проникаю. Я почесал за ухом, потому что ничего не понял. Нельзя ли растолковать поподробнее? Хорошо, я попробую, согласилась мышь. Представь себе какое-нибудь существо, которому известно только два измерения. Длина и ширина. И живет оно в двухмерном мире. Другими словами, на плоской поверхности. Что такое высота, там никто не знает. Потому что все измерения проводятся или по горизонтали, или по вертикали. Так вот, у этого двухмерного существа есть двухмерная квартира. Ее план тоже удобно изображается на плоскости. Ему взяла бумагу, карандаш и принялась рисовать. А теперь ответь мне, если это существо лежит на кровати, то что оно может видеть? Я внимательно поглядела на рисунок. Хм, телевизор может видеть, тоже двухмерный. Ну там стол, сервант. Наблюдать в окне двухмерный вид снаружи. А если дверь на кухню приоткрыта? Тогда холодильник можно увидеть. Ну и все, пожалуй. Правильно, похвалила мышь. Потому что стены квартиры мешают увидеть все остальное. И если к этому существу придет в гости другое двухмерное существо, то оно должно виноват прихожую, войти в комнату. Только тут они могут увидеться друг с другом. А что творится в это время, скажем, в ванной, они оба наблюдать уже не в состоянии, поскольку видеть через стены не умеют, а проходить сквозь них тем более. Занятно, согласился я. А дальше? А теперь представь себе, что ты, трехмерное существо, оказываешься в этом плоском двухмерном мире. У тебя там есть великое преимущество. Третье измерение, то есть та самая высота, о которой не имеют ни малейшего понятия двухмерные обитатели. И благодаря этому ты созерцаешь двухмерный мир как бы сверху, с высоты своего третьего измерения. Ты запросто можешь проникать в жилища двухмерных существ, как бы перешагивая через стены. А уж видеть, что за ними происходит, им подарно. Получается, в двухмерном мире для меня не существует никаких преград и барьеров. Вот именно. А главное, тут мышь облезнулась. Тебе вовсе не нужно открывать дверцу холодильника, чтобы увидеть внутри сыр, и без труда достать его оттуда. Кажется, я начинаю догадываться. Вот ты какая мышь четырехмерная, обрадовался я. Наш трехмерный мир ты созерцаешь как бы с высоты своего четвертого измерения, которое мы даже вообразить-то не можем. Поэтому ты запросто проникаешь в мой закрытый холодильник, как бы перешагивая через его дверцу. Однако это еще не повод, чтобы красть чужой сыр. А ты так, Адлев Савелий, воскликнула мышь. Действительно, для меня не существует препятствий в трехмерном мире, потому что он представляется мне таким же плоским, как тебе двухмерный мир. Короче говоря, я вижу тут буквально все насквозь. И тебя, между прочим, тоже. Вижу, как бьется твое сердце, как течет вареная кровь, и что в желудке у тебя совсем пусто. Неужели содрогнулся я? Но ведь и ты тоже видишь насквозь двухмерных существ. А они тебя увидеть никак не могут. По крайней мере, таким, каков ты есть на самом деле. Это почему же? Потому что двухмерные существа могут наблюдать лишь свою проекцию на плоскость. Если ты пройдешься по их квартире, они обнаружат двухмерные следы твоих ног и только. Высоты же твои, простирающиеся в третье измерение, им ни за что не постигнуть, ибо третье измерение для них абсолютно неведомо. Постой, постой, вдруг осенил меня. Но ведь выходит, что и тебя я воспринимаю всего лишь как трехмерную проекцию. Совершенно верно, кивнул мышь. Ты наблюдаешь только мой след в своем трехмерном пространстве. Вообразить же меня в четвертом измерении тебе не под силу. Жаль, вздохнул я. Интересно все-таки, как ты выглядишь во всех своих четырех измерениях? Я не могла бы тебе этого объяснить. А ты бы даже не смог себе этого представить, как не старался бы. Но почему? Почему наше пространство трехмерно? Отчего оно имеет только три измерения, и ни больше, и ни меньше? Сие науке пока неизвестно, глубокомысленно изрекла мышь. Однако что-то проголодалась я. А в холодильнике у тебя, как вижу, пусто. Отправлюсь-ка в магазин поживеться чем-нибудь. Но я возразила, уж полностью близится. Все магазины давно закрыты. Для кого закрыты, луково усмехнулась мышь. А для кого нет никаких препятствий. Прощай, Савелий, существо ты мое трехмерное. Мышь подошла к стене и бесшумно как лохтикла в нее. Будто бы не было ее вовсе ни стены, ни самой мыши. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...